МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Олег Анатольевич, а вы уже поставили у себя елку дома? Да, поставил. Она у вас настоящая или искусственная? Да, настоящая. Тут традиция настоящая. Маленькая, но настоящая. Наряжайте ее чем-то. Вчера огоньки повесили. Сегодня найдем все силы, повесим шарики. Ясно. Вот и у ульяновских борцов и боксеров клуба Малхасян Тим накануне Нового года подарки тоже настоящие. Чемпионы к ним пришли в гости не искусственные, а реальные. Алексей Лезин и Рафаэль Юнусов в роль Дедов Морозов раздают подарки в ульяновской школе единоборств Малхасян Тим. А еще для начинающих спортсменов мастер-класс. Это нужно в сторону делать, а за эту ручку тянешь. Тяни за локоть. Тяни, 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 тяни. Даже было немного волнительно. Но всегда готов поделиться каким-то, может, своим небольшим опытом с подрастающим под колением. Алексей Лезин принес Малхасян Тим свои чемпионские трофеи. Особняком, конечно, олимпийская бронзовая медаль, завоеванная нашим прославленным супертяжем в далеком 1996 году. Знакомить ребят с историей ульяновских побед – дело важное и нужное. Я думаю, что это будет понятно лет через 10-15, когда эти дети пойдут на спортивную арену, выступят на серьезном уровне. Или, по крайней мере, хотя бы станут здоровыми, счастливыми и богатыми людьми в нашей области. А первый серьезный успех пришел в клуб Малхасян Тим уже в эти дни. 20-летний кандидат мастера спорта по боксу Владислав Хатинов выиграл свой первый бой на профессиональном ринге. В этой победе Влад не сомневался и накануне. Перед боем как раз наработал все свои навыки. Удобные мешки, то есть удобный кроссфит-зал, ринг хороший. Можно достичь хороших результатов тренируясь здесь. Именно такую задачу выращивать чемпионом в комфортных условиях 9 лет назад решили в клубе Малхасян Тим. Здесь профессиональные тренеры, профессиональное оборудование и приглашение ульяновских звезд к себе на мастер-классы – дело нужное. Он проиграл первый бой и он такой вопрос задал. А вы первый бой как, выиграли или проиграли? И когда он услышал, что первый бой Юнус сказал, я не стал чемпионом, он весь обрадовался, что значит у меня все впереди. На мастер-классе ребята из Малхасян Тим подчеркнули для себя много нового и полезного. Мне очень понравилось, как Рафаэль показывал, как можно человека перевернуть, так скажем. Какие-то приемы очень полезные на жизнь. Ну, на всякий случай, любая вещь пригодится. Мне понравилось все, потому что я бокс люблю очень. Олег Анатольевич, давайте все-таки начнем подводить итоги уходящего спортивного года. Вот как ваша общественная организация оценивает работу регионального Минспорта? Много ли у вас точек соприкосновения? Может быть, есть расхождение во взглядах? Ну, плоды нашей совместной деятельности пусть оценивают спортсмены, тренеры и те люди, ради которых мы работаем. Точка соприкосновения у нас одна и большая, направление движения одно, взгляд в одну сторону. Стратегия все-таки начала работать. Поэтому замечания, предложения я делаю всегда и всем, но прежде всего себе, потому что не могу остановить себе неудержимое желание все совершенствовать, все делать еще лучше. Собственно говоря, чего всем и желаю. На ваш взгляд, какое главное событие в жизни Олимпсовета вот в этом уходящем году? Ну, я не буду говорить о том, что какие-то мероприятия, где мы участвовали. Мы участвуем абсолютно везде. Но нас отметили на самом верху, и президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков нас отметил. Мы вошли в когорту активнейших. Примировали нас неплохой суммой денег, дали нам спортивную экипировку, которую мы к Новому году дарим нашим активным федерациям. А это значимые, красивые и очень полезные подарки. Нам это приятно. Это плод нашей совместной работы. Ну что ж, а мы у себя в программе тоже составили рейтинг главных, на наш взгляд, спортивных событий Ульяновского региона. Время с нами соглашаться, ну, может быть, и дискутировать. Топ-5 событий года открывает фестиваль единоборств России «Беларусь». Он собрал более 300 юных дзюдоистов и кудаистов, каратистов и боксеров, тэквондистов и кикбоксеров, самбистов, а также борцов вольного и греко-римского стиля. Накануне официальных поединков, которые прошли в «Волгоспорт-арене», участники провели совместные тренировки, где делились опытом и мастерством, а самое главное – знакомились и дружились. Тут у нас задачи как бы больше дружественные все-таки, связи, как бы познакомиться с Ульяновском, познакомиться с товарищами по спорту. Футбольная «Волга» в этом году по-крупному порадовала своих болельщиков дважды. С начала в июне вышла из второго дивизиона в первую лигу впервые за последние 15 лет. А уже в ноябре впервые в истории пробилась четвертьфинал Кубка России, чтобы в феврале будущего года сыграть с питерским «Зенитом». И начинался этот кубковый путь с победы над двукратным чемпионом России – Казанским Рубином. На гол, пропущенный на самой первой минуте, волжане ответили суперударом Кирилла Морозова со штрафного и победным голом Александра Сапеты во втором тайме. Все сегодня удалось. Вообще спасибо большое парням. Просто бойцы друг за друга. Очень хорошо. Но сегодня игра мне понравилась. Даже удовольствием было играть. Летом Ульяновск впервые в своей истории принял состязание в рамках Всероссийской универсиады, которая прошла уже в восьмой раз. Спортивное ориентирование и бадминтон, шахматы и бокс, тэквондо и греко-римская борьба. Более тысячи представителей из 90 вузов страны съехались на береговоги. Бескомпромиссная борьба на каждой площадке. Вот что такое студенческий спорт России. Во Всероссийской универсиаде уже традиционное событие. Некий смотр нашего потенциала. С одной стороны, как резервы сборных команд. С другой стороны, как критерии развития массового спорта. Весной главному спортивному изданию региона газеты «Чемпионы» исполнилось 25 лет. А осенью ульяновские журналисты вошли в число соискателей национальной спортивной премии в номинации «Спортивный Парнас». Немногочисленный, но очень амбициозный и трудолюбивый коллектив составил конкуренцию таким монстром отечественной спортивной журналистики, как «Матч ТВ» и «Информагентство» и «Тартас». И хотя главный приз – один миллион рублей – завивать не удалось, все специалисты признали – попасть в число финалистов такого конкурса уже большой успех. Победа всего коллектива. Коллектива газеты, как технического персонала, так и творческого, и вообще всей спортивной общественности региона – спортсменов и тренеров. В уходящем году ульяновские легкоатлеты в очередной раз доказали – в российском спринте им нет равных. Ильфат Садеев, Игорь Обратцов, Алексей Ефимов и Артем Федотов в рамках первой летней спартакиады России выиграли самую престижную эстафету – 4 по 100 метров. Кроме того, там же, в Челябинске, Игорь Обратцов победил и в личной стометровке. К победе привыкнуть нельзя. Каждый раз мы нервничаем, мы переживаем и мы ждем этот момент. Но, конечно, если он не наступает, то для нас это глубокое огорчение, потому что мы знаем, что мы можем победить. Олег Анатольевич, в новом году все всегда ждут каких-то чудес. Вот на ваш взгляд, возвращение наших спортсменов на международную арену в 2023-м – это чудо или реальность? Да, просто это должен быть закономерный исход вот этой непонятной ситуации, которая сейчас творится. Причем тут чудо? Ну, бывает недопонимание, бывает разногласие. Ну, что ж, случаются и войны. Ну, мы знаем одно – все войны кончаются, но олимпизм будет точно-точно жить и процветать. И спорт нас объединит. Поэтому наши спортсмены вернутся на международную арену. И вот сейчас я, пользуясь случаем, хочу всех успокоить. Будучи собранием Олимпийского комитета России, было четко заявлено, что мы не должны расслабляться. Когда эта волна уйдет, мы должны во всеоружии быть готовы к покорению международных спортивных пьедесталов. Поэтому работаем и готовимся к лучшему. Вот и пятое место хоккейной «Волги» по итогам первой половины чемпионата России вовсе не чудо, а настоящее, что не на есть данность. По итогам первого круга хоккейная «Волга» находится на высоком пятом месте в чемпионате России среди команд Суперлиги. Так высоко ледовая дружина из Ульяновска не поднималась очень давно. Ни одним сезоном делается эта работа, которая ведется на протяжении уже нескольких лет. Она просто дает свои плоды. Ну и удачные матчи где-то позволили нам так высоко забраться в турнировые таблицы. Главный тренер «Волги» Александр Савченко считает, что у команды появился свой игровой стиль. Грамотная оборона и хорошие мощные контратаки. А еще у нас разыгрался, раззабивался Евгений Волгужев. На счету ульяновского нападающего уже 25 мячей. В 32-летний бомбардир «Волги» входит четверку лучших снайперов. Наряду с игроками сборной России – Миргазовым, Колончаным и Дергаевым. У Женьки тяжело начинался сезон. Где-то он переживал, но хорошо, что забил, наверное, тот нужный, переломный какой-то голик, и у него пошло. Надеюсь, он на этом не остановится и забьет еще немало мячей. Много голов наверняка ждут болельщики «Волги» и от другого нападающего – Эмиля Бихузина, который на старте чемпионата набрал фантастическую форму, но весь декабрь пропустил из-за травмы. Но уже в середине января тренерский штаб ждет возвращения на лед 27-летнего нападающего. Если бы был Бихузин, я вам скажу, что было бы еще больше очков, потому что у нас не стало скорости в атаке. Вот именно в атаке. Сейчас «Волга» тренируется в штатном режиме, чередуя занятия «Волга-спорталине» и спортивного комплекса «Ставкостроитель». Накопилась усталость у ребят, и еще и психологическая усталость накопилась. И мы сейчас с ребятами занимаемся спортзалом, на этой неделе должны на днях пойти кататься на лыжах, фитнесом занимаемся. Почти три недели длятся новогодние каникулы и команд «Суперлеги» в этом году. Товарищеских матчей «Ульяновская Волга» не планирует. Готовимся к 9 января. Второй круг «Волга» начнет с непростого выезда по маршруту Хабаровск-Иркутск-Нижний Новгород. Олег Анатольевич, а как Вы относитесь к тому, что наш российский футбольный союз хочет из УЕФА переметнуться в азиатскую ассистацию? Ну вот слово «переметнуться» Вы уж сами ответите. Ну зачем метаться? Ну кто мечется? Вы же сами знаете. Давайте подождем. Как это успокоится, эта нервотрепка, вот эта волна уйдет? Ну если уж совсем почувствуем, что ну некомфортно европейцам с нами, а нам с европейцами, тогда мы спокойно не переметнемся, а просто перейдем в Азию. Тем более, знаете же, большая часть нашей страны, она в Азии. И, наверное, многие из нас чувствуют в себе азиатские крови. Поэтому пусть время покажет. Несмотря на снежную зиму, в Ульяновске продолжают гонять футбольный мяч. Я предлагаю отправиться на финал Кубка Ульяновской мини-футбольной суперлиги. Тем более, что главными героями в нем стали игроки команды «Олимп». На радость нашему гостю. Кубок Суперлиги – последний трофей 2022 года, с розыгрышем которого руководители мини-футбольной федерации затянули почти до Нового года. В финальном матче его разыграли действующий чемпион ульяновской погоды в доме и бронзовый призер чемпионата «Олимп-С». Погода умеет такие матчи выигрывать. Она не первый раз играет в финал. Не знаю, лет, наверное, 15 уже они такие финалы играют. Погода на правах лидера нового сезона начала бойко. Евгений Кривошеев уже на первой минуте реализовал штрафной. Точным ударом его поддержали Руслан Казаков и Александр Попов. 3-0 к середине первого тайма. Казалось, что интрига забыла дорогу в «ФОК новое поколение». Ну, если честно, я знал, что они не прекратят играть. Еще до перерыва «Олимп» показал, что скорее жив, чем мертв. Сначала Андрей Плаксин замкнул передачу своих партнеров, а затем Михаил Дрязгов застал врасплох голкипера «Погода» Дмитрия Тагашова. Ближний угол вратарь должен стеречь всегда. Это аксиома. Вовремя сделали замену, выпустили, так сказать, талисмана команды Андрея Плаксина. Он сделал первый гол, что и повело за собой череду остальных голов. Едва началась вторая половина, олимпионик Равиль Юсупов могучим ударом сравнял счет 3-3. Всем стало понятно, погода в игру вряд ли вернется. Не помог даже гол Михаила Коширина, который позволил с желто-синим полидировать в счете еще несколько минут. Олимп этого словно и не заметил. Иван Астафьев, а затем Роберт Уздинов принесли олимпионикам долгожданную победу 5-4. Было тяжело, да, но мы, когда уже повели, немножко была уверена, что мы это не отпустим. Финальным матчем за клубок Суперлиги поставлена точка в сезоне 22-го года. Новый уже в разгаре. 8 января очередной тур областного чемпионата. Погоде надо держать лидерство, а Олимпу подниматься снизу в турнирной таблице. Ну что ж, вот и подошел к концу не только очередной выпуск реального спорта, но и 2022 год. И мы попрощались с ним вместе в компании с реальным президентом Олимпийского совета Ульяновской области Олегом Калмыковым. И надеемся, что реально увидимся с вами в 2023 году. Скажите пару слов нашим зрителям. Всегда. Ну что, дорогие мои коллеги, соотечественники, ульяновцы. Год был непростой, будет следующий простой или непростой, хороший или нехороший, во многом зависит от нас. У кого жизнь плохая, кто ее так ощущает, тот так и будет жить. У меня жизнь хорошая. Я ее ухорашиваю. И вам желаю не терять позитива, активности. Мы обязаны сделать эту жизнь лучшую ради наших детей, ради наших родителей. Желаю вам активности, позитива, но здоровья – это тривиально. Пусть у нас все получится в новом хорошем году. С наступающим Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»!